Итак, уважаемые дамы и господа, промоутерская компания «Легенда» с гордостью представляет вам четверку по кикбоксингу правила К1 в среднем весе и, вашему вниманию, первый полуфинал. Судьи у ринга Вадим Клещев, Денис Сиденко, Олег Юрченко и, с ударом гонга, ваш рефери в ринге из Нидерландов Юб Убена! В синий угол, добро пожаловать боец из республики Миналусь, дамы и господа, приветствуйте Юрий Бессмертный! Я Юрий Бессмертный, я никого не боюсь, потому что я бессмертный. Спасибо за просмотр! Я 13 лет занимаюсь тайским боксом. Это моя жизнь, моя профессия, мой путь. 25 мая на турнире «Легенда» я буду драться против самых сильных бойцов мира. Но я уверен, что победа уедет со мной в Минск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я Артур Кишенко, родился и жил в Одессе, сейчас живу в Амстердаме. Моя жизнь – большое приключение, в которое много трудностей, но из всех ситуаций я стараюсь выходить победителем. Субтитры создавал DimaTorzok 25 мая на турнире «Легенда» соберутся лучшие бойцы мирового К1. Я думаю, мне будет нелегко, но я стану первым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Артур Кишенко Украина Девушки отдыхают 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 Жесткий удар по голове, потом заканчивает лоу Кишенко, и куда дальше. В принципе, забрался с середины ринга, ведет. Юрия огрызается, огрызается довольно активно. Попытка править навстречу чуть не получается, кстати. На правом сбоку Артур дает понять, что не все так просто, не даст он себя расстреливать на короткой дистанции. Хорош. А что, в контратаку? Артур гонит вперед, а Юрий бессмертный сейчас разрывает дистанцию, так что Артур аж руки опускает, мол, вдруг ты биться будешь? Буду-буду, всему свое время. Сейчас думает Юрий. Безусловно, безусловно, сверх материн, безусловно, многие в этой четверке, если не победу, то предпочтение отдавали именно Артуру Кишенко. Но кикбокс, но кикбокс, здесь все очень-очень непросто. Лево, право. Хорошо. Атакуй первым. Безусловно, в дистанции. Леги, я. 30 секунд. Солом! Стань, стань, стань. Продергай, вот. Внутрь нога. Другая шанс. Хорош. Из угла сначала лоб, потом двойка в разрез оба раза попал. Но выцеливает. Кишенко сейчас выцеливает. Выцеливает довольно здорово. Тише, тише, тише. Глубь! Ночный по корпусу. И долго скрывал, долго скрывал. Хайкик. Скрыл. Ударил, не попал. Артур? Да. Что-то будет. Что-то будет. Здесь любопытно посмотреть. Ну, пожалуй, и с первого раунда то, что мы видели. Юрий, скорее всего, умышленно отдал инициативу. Я далек от мнения, что Кишенко боится. Безусловно, Артур тот соперник, с которым стоит посчитаться. И он заставляет своей работой с собой считаться. Но кажется, что все-таки это умышленно. Умышленно было сделано, чтобы дать Артуру почувствовать, что он ведет поединок и чем-то удивить в последующих раундах. Заслуженный мастер спорта Украины. Для него, конечно, это поддержание Реноме. Все украинские бойцы, но если не все, то большинство, те, кто занимаются ударкой Кишенко, для них уже легенды. Он уже состоялся. Состоялся давно. И все разговоры идут. О том, что он заслуженно свое место занимает. Поэтому, конечно, с него здесь и спрос другой. Хасана Белорусского бойца, ну ему тоже. Нельзя сказать, что нечего терять. Ух ты! Ушел, ушел, едва не попал. Довольно жестко причем. Жетко по печени. Леудер под полку, видно, немножечко подсел. Подсел Юрий, безусловно тяжело ему. Сейчас удар будет переживать. А вот туда, по селезенке, справа. И никуда не торопится. Ну, это, конечно, мастер. Мастер высочайшем уровне. Артур Кишенко никуда не торопится. А куда спешит? Неплохо. Неплохо, но опасно. Голова пролетела. Нога пролетела. Аж над головой. Советуют левый, снизу, правый, сбоку. Лови на контратаке. Непонятно, на что сделано сейчас. Попытаться поймать. Попытаться поймать Артура, когда тот уже поверит, что поединок сделан. Я думаю, что угол украинского бойца это прекрасно понимает. Тем более, там все-таки большой майк. Я отсюда слышу излучный голос, который подсказывает. Кишенко, что ему делать? Он и сам прекрасно знает. Попытаться. Попытаться. Второй раунд. Три. Попытаться. 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 Дорогие не истинцы. Дорогие! Принимает, вы знаете, этот размен и Юрий. Защития по голове сразу. Хорош, конечно, Артур. Зарвал дистанцию. Сейчас коллегам опасно, кстати, контратаковал. Десмертный. Второй раунд завершён. О, да. Это, конечно, кикбокс. Это кикбокс высочайшего уровня. Здесь, несмотря на преимущества, которые сейчас у украинского бойца присутствуют, на мой взгляд, говорить о его победе рановато всё-таки. Очень здорово огрызается бессмертно. Победа на каута у него хватает, тем более турнир Fight Code. 2011 года, о котором мы все, безусловно, много слышали. Раунд номер три. Относиться здесь надо к Юрию Бессмертному со всей серьёзностью. Ничего здесь ещё не ясно. Ну, нет, нет, нет. Бой, бой. Разбил. Вызывает медицинскую бригаду. Да, есть сечка небольшая под брови. Буду, 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 кица сразу говорит Юрий. Ну, вроде там не страшно абсолютно. Да, 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 конечно. Конечно, продолжать, но как иначе. Зал где-то скандирует Артур, где-то слышно Юрий. Ну, а сейчас едва-то, едва не попал в незащищённый голову украинского бойца Беларусь. Боди, 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 боди. Тяжёлый удар по селезёнке. Ещё одно... Что-то, ещё одно стонок. Нет, нет, нет. Юкубе, да, опытный шереп и сейчас, конечно, морозить поединок таким образом не надо. Ну, и, конечно, на публику. Конечно, Артур уже почувствовал, что бой-то даётся и дался. Можно поработать и на публику чуть-чуть. Конечно, ещё и стойкий бой. Ещё минута. Какова связка. Начался перкот. Просто здорово. И сейчас идёт вперёд уже, обозначая своё преимущество. Безусловно, из-за рассечения там немножко видеть сложнее Юрию. Но, тем не менее, от этого удара ногой, проносной, нехорошей, ушёл колено, попало в защиту в локте. И сам бросается вперёд сразу бессмертный. Я говорю, бояться нечего. Я ничего не боюсь, потому что я бессмертный. Кишелька встаёт в углу, решает поиграть. Даже головой так водит в разные стороны. На опущенных руках. Показывает, что ничего не получится. 15 секунд. Попал! Да как! А ну, если сенсация сейчас! Время! Время! Он поднимает руки, вскидывает руки вверх Юрий. Евгений Юрьевич бессмертный, боец 87-го года рождения. Но Артур Николаевич Кишенко, я думаю, что здесь совершенно другого мнения. Какого мнения? Судь, я думаю, сейчас мы с вами узнаем, узнаем в самое ближайшее время. Но классно, едва не было сенсации. Едва не было сумасшедшей совершенно сенсации. Как бессмертный попал в концовки. Ой-ой-ой. Аж болтануло. Украинского бойца. Собираются сейчас судейские записки. И напомню, что это первый поединок. Четвёрки. Второй поединок обещает быть куда. Здесь нельзя сказать более интересным, что разве этот бой был неинтересный. Очень интересный, очень любопытный. Но куда более напряжённый, наверное. Потому что там будет поединок замены. Хотя, вы знаете, обо всём давайте по порядку. Сейчас что скажут судьи? Дамы и господа, назначается экстра-раунд! Экстра-раунд! Ах, хорошо! Ах, хорошо! Тем интереснее, тем интереснее экстра-раунд! Здесь арбитры, здесь очень профессиональная бригада судей. Они решили нас с вами, дорогие друзья, лишний раз порадовать таким зрелищем. Ну что, вот у Юрия шанс. Вот у Юрия Бессмертного реально есть хороший шанс сейчас. Сыграть через «не могу», через «не хочу». Плюс держим в голове. Первый бой. Итак, четвёртый экстра-раунд! Непростой поединок, судя по всему. Но и этот ещё не закончен. Куда думать о следующем? Ну, за кем? Вот у кого просто больше хватит? И Шонка сразу решает обозначить преимущество. Всё правильно. В принципе, сейчас очень такая... Очень умная, очень расчётливая работа. Лу-лу-лу-лу. Поприкармливать немножко. И дальше сработать по голове. Тяжёлые удары украинца. Мы это знаем. Колено едва-едва не попало. Неожиданно со средней дистанции практически прыгнул. Хорош. Колено туда по плавающим ребрам. У белорусов попадает. Навстречу едва-едва. Что, заведутся? Опять колено готовил. Не пошло. Сразу себя остановил Артур. Дальше продолжает атаковать. Продолжает держать в середину. Продолжает очень жёстко прессовать своего оппонента. Юрий не остаётся в долгу. Раз, два, три, четыре. Колено кличнуло. Головой, мол, не бодайся. Артур-то сейчас этот размен, но совершенно не нужен, я думаю, что он это прекрасно понимает. Юрий на себя его упорно вытаскивает. Финалисту К1 World Max здесь сейчас тоже очень-очень непросто, но сил немножко побольше. Количественных ударов он попал больше. Будет выцеливать Юрий или нет? Времени много. Сейчас надо включить, сейчас или никогда? Вы что, чья концовка? Вот чья концовка? Попал по печени, попал снизу, попал сбоку. В концовке включается Артур. Есть ещё резервы, показывает. И пытается уже практически из последних сил. Юрий сработать и... Печень! Встал! Вот вам концовка, вот вам действительно К1 мирового уровня. Гонг! Убедительно. Ничего не скажешь, это очень-очень убедительно. Ну, каково, а, конечно, на повторе очень хочется посмотреть этот роскошный совершенно. Удар – это опыт, это опыт и это мастерство. Понятно, что и заслуженный мастер спорта, понятно, что и много ему здесь аванса подавалось. Но поигина краткошен. Для честного победителя я приглашаю в ринг чемпион К1 Макс Мертел Гроиндхарт и чемпион из шоу-тайм Мурад Дирекши. Дамы и господа, по завершении экстра-раунда Единогласным решением судей, одержал победу и вышел в финал четверки К1 в среднем весе Артур Дишенко. Артур Дишенко выходит в финал четверки. Понятно, что Юрий Бетвердный до конца не дается. Верно говорят. Верно говорят, что проиграл ты только тогда, когда сам признал, что ты проиграл. Артур показал прекрасный бой. Прекрасный бой и надеюсь, искренне надеюсь, что у него сил хватит и на финальный поединок, которому ему еще предстоит. Но где же, где же вот тот самый удар? Где-то вот попадание по печени. Раз, два, три, четыре.